здравствуйте друзья с вами евгений карташов и сайт фотомонстр в этом уроке я покажу несложную обработку фотографии города снятой в режимное время режимное время это когда солнце уже зашло за горизонт но еще не окончательно стемнело еще данное время называют синим часом то есть небо в это время имеет красивый синий цвет то есть она еще не стала черным подсветка городских зданий уже включилась и в это время можно сделать наиболее красивые кадры то есть небо у вас не будет черным пятном на нем будут облака если они есть либо она будет красивого синего цвета и подсветка зданий также сыграет свою роль в это время еще нет такого выраженного контраста изображения как если бы мы снимали когда уже полностью солнце зашло за горизонт и небо стало черным хотя и в такое время тоже снимают но режимное время мне видится более подходящим для съемки и так давайте обработаем вот эту фотографию для начала я фотографию немножко скадрирую то есть попробую выправить вертикальность вижу что вот купол собора немножко завален я выбираю инструмент выпрямление для этого можно нажать клавишу а и провожу вот такую вертикальную линию отпускаю вот вижу что появилась рамка смотрю чтобы направление вертикали совпадало с рамкой но немножко поправлю вот так вот теперь все хорошо рамку можно растянуть побольше и нажимаю enter вот теперь мы фотографию скадрировали далее идем на вкладку калибровка камеры и попробуем подобрать профиль который может быть улучшит это изображение перебираем последовательно профили камеры то есть делаем активным один из них и просто прокручиваем колесиком мыши вот профиль камера фэйтфул камера landscape но это никуда не годится камера нейтрал тоже портретный профиль делает картинку какой-то красной стандарт слишком завышает контраст так это вот профиль который я создавал вручную в итоге профиль adobe стандарт видится мне здесь наиболее подходящим потому что в этом случае изображение не имеет чрезмерной контрастности и насыщенности то есть как раз то что нужно такая вяленькая картинка из которой можно сделать все что угодно теперь переходим на вкладку коррекция дисторсии включаем удалить хроматическую аберрацию и активировать коррекцию профиля вот у нас поправились искажения которые давал объектив если вас эти искажения устраивают можно вот этот слайдер искажения поставить в минус принципе меня здесь все устраивает я не хочу чтобы здесь исправлялись искажения потому что при этом происходит некоторая деформация изображения мне вот так нравится больше но это дело вкуса далее иду на вкладку основные и начинаю работу здесь я немножко подниму экспозицию чтобы сделать здание посветлее далее регулятор света увожу влево это немножко приглушит вот эти яркие блики и одновременно поднимет фактуру светлых областях изображения если вам хочется блики вернуть обратно можно слегка подвинуть регулятор белые но немножко вот так также я чуть под вытянуть детали из теней немного потому что изображение снята на iso 800 так как я снимал с рук и если мы чрезмерно начнем вытягивать тени то полезет шум поэтому слишком с этим не усердствуем вот так затемнение ну здесь все нормально можно чуть-чуть подвинуть вот так чтобы установить отсечку в тенях далее я бы хотел несколько затемнить небо и сделать его более насыщенным если я буду использовать регулятор насыщенность то смотрите что происходит небо нисколько не темнеет а на зданиях при этом получаются вообще какие-то ядовитые цвета для того чтобы затемнить небо я использую регулятор красочность вот посмотрите при этом цвет небо становится более глубоким и небо становится более темным можно конечно затемнить его еще но лучше я это сделаю потом когда буду дорабатывать изображение в фотошопе также я хотел бы несколько разнообразить цвета на зданиях но я также сделаю это в фотошопе открываю изображение вот что у меня получилось теперь бы я хотел несколько усилить локальный контраст поднять фактуру на зданиях также может быть локально порисовать по некоторым машинам для этого я использую плагин silver fx pro здесь я не буду уже создавать яркостную составляющую как это делал в предыдущих уроках а просто применю напрямую к данному слою иду в меню фильтр ник collection silver fx pro запускается плагин здесь я параметр structure ставлю на максимум и fine structure ставлю на минимум fine structure это самая мелкая текстура с которой непосредственно связан и шум поэтому чтобы не усиливать шум я ставлю это значение на минимум ползунок shadows из вкладки тоналити протекшн я ставлю на максимум highlights тоже это позволяет защитить цвета и тени вот чрезмерного контраста далее чуть-чуть поднимая яркость в тенях потому что мне здесь показалось что они слишком темные далее нажимаю ok вот такое изображение мы получили и накладываем вот это изображение в режиме яркость в английской версии этот режим называется luminosity далее прячем данный слой в черную маску зажимаю клавишу alt и кликаю по значку маски слоя внизу палитры слоев вот так берем кисть цвет кисти белый проверяем проверяем что мы стоим на маске непрозрачность кисти я использую порядка 20 процентов и начинаю рисовать там где хочу усилить локальный контраст если необходимо более сильное усиление я провожу кисточкой несколько раз именно для этого мы поставили ее непрозрачность порядка 20 процентов чтобы иметь возможность плавно усиливать эффект вот таким образом я рисую там где хочу там где хочу усилить локальный контраст вот здесь допустим машину можно усилить вот троллейбус автобус еще одну машину вот видите они сразу начинают выделяться вот здесь вдалеке тоже можно немножко порисовать давайте посмотрим так можно еще вот здесь по окнам пройтись давайте посмотрим вот как видите мы несколько подняли нужные нам детали затем я делаю копию данного документа иду в меню изображения создать дубликат и ставлю здесь галочку создать дубликат только сведенного изображения нажимаю ok вот так далее я перевожу это изображение в режим lab иду в меню изображения режим lab я сделал это для того чтобы усилить цветовые вариации вот на этом здании я сделаю это с помощью нового марсианского метода который придумал дэн маргулис но я его несколько упростил и модернизировал делаем копию слоем выделяем нужную область относительно которой у нас будет происходить разгон цветов в данном случае здание имеет общий какой-то желтоватый оттенок поэтому я выделяю вот эту область и относительно нее мы будем разгонять цвета далее иду в канал и выделяю канал а выделение при этом обязательно должно сохраниться далее изображение коррекция выровнять яркость в английской версии это будет image adjustment equalize и здесь выбираю параметр изменить все изображение на основе области потому что изменять только выделенную область нет никакого смысла ok вот что мы получаем то же самое делаем с каналом b изображение коррекция выровнять яркость ok вот что мы получили далее смотрим о на первый взгляд это просто ужасно но теперь я уменьшаю непрозрачность данного слоя примерно до 10 процентов и в результате получаю уже вот такие более интересные цвета свожу изображение выполнить сведения выбираю далее снимая выделение control d далее нажимаю control а control c перехожу в исходный документ и нажимаю control в вот мы вставили то изображение которое получили в режиме lab прячу данное изображение в черную маску alt и клик по значку маски далее беру кисть кисть беру стопроцентно белый цвет и рисую по маске рисую также там где это необходимо не везде так вот здесь на автобусе это конечно было лишним нажимаю x чтобы переключить на черный цвет и стираю затем уменьшаю непрозрачность слоя вот примерно 40 процентов мне кажется будет достаточно да вот сейчас мы получили здесь более интересные цвета слегка у нас здесь подкрасились в холодный цвет тени но я думаю здесь это не страшно потому что здесь у нас небо небо является вторичным источником света и как раз подсветка на тени идет от неба поэтому ничего страшного если они будут немножко холодноватые далее я хотел бы получить еще более глубокий цвет небо для этого я делаю копию всех сведенных слоев нажимая комбинацию клавиш control alt shift е и применяю фильтр camera row иду в меню фильтр камера роу здесь я сдвигаю регулятор красочности вправо вот как видите небо приобрело более глубокий такой цвет и немножко еще поработаю с цветами вот на этих зданиях перейду на вкладку hsl здесь немножко уменьшаю насыщенность желтого зеленого и цветовой тон желтого чуть сдвинул в более оранжевый цвет вот такой цвет мне нравится больше то есть мы сохранили здесь некоторое разнообразие и чуть-чуть сдвинули оттенок нажимаю ok и вот такое изображение мы получили если цвет неба покажется вам чрезмерно насыщенным можно создать корректирующий слой цветовой тон насыщенность изменить его режим на насыщенность чтобы не затрагивались ни цветовой тон ни яркость взять инструмент палец отметить диапазон неба и слегка уменьшить насыщенность но это уже как говорится дело вкуса на этом обработку можно считать законченной ну еще давайте уменьшим изображение и поднимем резкость для публикации в интернете для этого я свожу слои уменьшаю изображение нажимаю комбинацию alt control ай здесь ввожу ширину 1200 пикселей для интернета больше не нужно тип интерполяции ставлю белинейная окей нажимаю control alt 0 чтобы посмотреть изображение в полном размере но здесь уже резкость достаточная в принципе но если хочется и увеличить я использую экшены владимира калюжного который вы можете скачать на фото монстре вот они здесь у меня находятся я использую скиталец resize sharpen mini в большинстве случаев мне этого абсолютно достаточно нажимаю запуск экшена вот экшен запустился и я обычно отключаю вот этот глазик на слое noise reduce то есть мне здесь не нужно уменьшать шум далее если я вижу что где-то произошло чрезмерное усиление резкости я просто уменьшаю непрозрачность ну скажем процентов до 30 вот и теперь сохраняя изображение с помощью команды сохранить для web но сейчас ее запрятали в меню слишком далеко поэтому я использую клавиатурное сокращение control alt shift с здесь обязательно должна стоять галочка преобразовать в srgb если вы хотите чтобы изображение у вас выглядело нормально в браузере не изменяла цвет качество я обычно ставлю 70 процентов и затем нажимаем сохранить вот и все настройки сейчас этого делать не буду поэтому нажму отмена если вам понравился урок ставьте лайки подписывайтесь на канал подписывайтесь на нашу бесплатную рассылку на сайте фотомонстр для того чтобы быть постоянно в курсе всех новостей и первыми получать ссылки на новые уроки на этом все с вами был евгений карташов до новых встреч